В Екатеринбурге, конкретно в его виртуальной интернет-проекции, появились кадры с уличной камеры наблюдения, запечатлевшие, как 29 сентября в 6.35 вечера на Челябинском тракте возле Нижней Исецкого кладбища КамАЗ-самосвал, самопроизвольно поднявшимся кузовом, снес надземный пешеходный переход, который своим концом рухнул прямо на кабину КамАЗа, в которой погиб 27-летний водитель Евгений Шевкунов. У него в мире 7 остались жена Ольга и двухлетний сынулька-роднулька. Кадры обрушения моста, запечатленные уличной камерой, в общем-то ничего принципиально нового в картину крушения не привнесли. Сразу и без видеозаписи было понятно, что у КамАЗа эрегировал кузов, а пилот этого не заметил. Им он и снес мост. Оставался открытым вопрос, когда кузов встал, непосредственно перед пешеходным мостом или же заранее. По картинке видно, что КамАЗ какое-то продолжительное время ехал с задранным кузовом. По крайней мере, в кадр этой видеокамеры он заехал с уже поднятым кузовом. КамАЗ двигался по дублюру, параллельному Челябинскому тракту, уехал из кадра, развернулся на 180 градусов, выкатился на тракт, заехал обратно в кадр и там вот прям-таки подбросил вверх и вперед металлический, 28-метровый, модульный, четырехсекционный мост на свою голову и голову водителя. Отличие надземных пешеходников от бетонных автомостов в том, что они своими концами к опорам жестко не привариваются, а лежат на полках под собственной тяжестью. Делается это для того, чтобы при температурных колебаниях металл не рвал крепление. Ну, в общем, снести кузовом такой мост КамАЗу было нетрудно. Судя по времени на этой видеозаписи, со вздыбившимся кузовом КамАЗ ехал по крайней мере 55 секунд. И Евгений Шавкунов этого не видел, и не нашлось никого, кто бы ему подсказал. Про погибшего КамАЗиста Евгения известно, что стаж пилотирования у него был 8 лет, и, как сообщил начальник пресс-службы ГУМ ВД полковник Валерий Горелых, за это время у него было всего 6 негрубых нарушений ПДД. Евгений работал в тресте Уралтранспецстрой, который, помимо всего прочего, является еще и генеральным подрядчиком на строительстве ЕКАДА. Кстати, вот такая вывеска с пугающей строчкой «АД» вокруг Екатеринбурга была замечена неподалеку от места крушения моста. И есть в этом сносе что-то адско-инфернальное. Совершенно же не факт, что любой поднятый кузов валит пешеходный мост ровно на кабину. Нет. Автоэксперт Дмитрий Ларионов, посмотрев видео обрушения моста, так прокомментировал его, цитирую по Е1, «Прямо какой-то злой рок. Все так совпало, что мост на кабину приземлился. Была бы скорость больше или меньше, ехал бы по другой полосе, все могло быть иначе. Но что было, то было. Ничего уже не поменять». Конец цитаты. Глубоко. Значит, это была судьба камазиста Евгения Шавкунова. Не дожить до старости, не узнать, кончился ли коронавирус, не проводить сынульку-роднульку в первый класс, а молодым отправиться на небо на следующий уровень жизни.